Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Алексей Лазай, я руковожу отделом маркетинга компании M-Systems и от всей компании, от лица компании M-Systems очень рад вас видеть в нашем офисе. Компания M-Systems является платиновым партнером компании HID Global в области систем контроля доступа, а также на протяжении двух последних лет являлась лучшим дистрибьютором компании HID в Восточной Европе. Поэтому представители компании HID Алексей Унов и Сергей Гордеев, которые являются техническим консультантом и региональным сейлс-менеджером компании HID, соответственно, очень желанные гости в нашей компании. И вот сегодня они согласились для нас и наших дорогих клиентов прочитать семинар об особенностях и преимуществах решений HID, а также об эффективном использовании этих решений. Я благодарю вас, передаю слово Сергею Гордееву. Спасибо, Алексей. Доброе утро, уважаемые коллеги. Приятно, что в такой трудный период вы нашли время, возможность прийти на семинар. Семинар, как уже сказал Алексей, посвящен продукции HID Global, не всей продукции, потому что компания огромная, направлений много деятельности, я скажу об этом в своей короткой презентации. Речь пойдет прежде всего о системах идентификации, аспектах безопасности, на которых подробно остановится мой коллега Алексей. Я думаю, нет необходимости представлять компанию HID Global. Думаю, что вы с ней знакомы. Тем не менее, несколько слов о том, что на сегодняшний день представляет компания, какие изменения произошли за последнее время. Компания HID Global входит в состав группы компаний ASSABLOY. Я не буду здесь зачитывать сведения, цифры о обеих компаниях. С 2006 года HID Global входит в состав этой группы компаний. И, кстати, с прошлого года HID Global возглавил представитель компании ASSABLOY, работавший на протяжении последних девяти лет. И в настоящее время он является руководителем HID Global. Штаб-квартира находится в штате Техас, в Остине. На сегодняшний день более 2200 сотрудников по всему миру. Вот здесь видите на изображении новое здание в Остине, главной офис. У HID очень красивое расположение. Открылся он два года назад. Значит, здесь на этом слайде показано менеджмент компании. Вот Стефан Видинг, президент и руководитель компании HID Global. Фактически глобальное присутствие, само название компании HID Global говорит о том, что мы присутствуем по всему миру. Здесь показаны многочисленные офисы. Головной офис, как я уже сказал, в Остине. Подразделение, с которым мы работаем, наши дистрибьюторы здесь в России. Это Англия, Хаверхилл, где находится склад и откуда наши дистрибьюторы закупают оборудование. Штаб-квартира компании Ассаблой находится в Стокгольме. Клиенты HID Global, также известные мировые бренды. Вы видите по торговым маркам очень много узнаваемых компаний. Теперь переходим к рынку российскому рынку, рынку Восточной Европы. Россия в целом относится к рынку Восточной Европы. Вот такая огромная территория. Кто-то мне сказал, что территория России и СНГ больше площади поверхности Плутона. Я не проверял, так это или нет. На территории 32 страны, 13 из них входят в европейское сообщество, 19 не входят. Почти полмиллиарда населения и более 100 национальностей. Российскому рынку HID Global уделяет большое внимание. Если говорить о населении, то это примерно 30% Восточной Европы. Если говорить о вкладе, объеме продаж, то около 40% доли России, в общей доле Восточной Европы. С 2011 года я являюсь представителем компании HID Global. Алексей Умнов присоединился в 2013 году. Компания уделяет большое внимание тому, чтобы мы разговаривали на одном языке, в буквальном смысле этого слова, с нашими клиентами. То есть на русском языке прежде всего. Поэтому и в Англии человек, который в департаменте обслуживания клиентов, также русскоязычный. Отдел технической поддержки Эдуард Трофимов в Англии находится также русскоязычный. Маркетинговая поддержка сотрудник находится в Чехии и также говорит на русском языке. Достаточно много русскоязычных выходцев из СССР, из бывшего Советского Союза и России. Работает в HID Global и не только в Европе, но и в Америке, и в остальных частях земного шара. Если перейти теперь к реальностям рынка SCUD в России, которые вы, конечно, знаете лучше меня, какие здесь мы наблюдаем тенденции и особенности. Ну, конечно, угроза безопасности. Мы слышим от наших клиентов сообщение о том, что карты, особенно старые технологии, копируются, клонируются. И, как следствие, есть желание перейти к более защищенным технологиям, инвестировать в такое оборудование, которое прослужит долго, не потребует дополнительных вложений в процессе эксплуатации. Конечно, присутствует погоня за дешевизной, освоение бюджетов, как мы это знаем. Но надо понимать, что, конечно, когда речь идет о безопасности, то безопасность не может быть дешевой. И нельзя фокусироваться только на бюджете и поставить оборудование, которое будет уязвимо угрозам безопасности. Присутствует интерес к мобильному доступу. Мы демонстрировали это уже на семинарах наших, на выставках MIPS. Решение действительно интересное. Алексей, возможно, упомянет об этом вкратце в своем выступлении. Также мы будем демонстрировать это на ближайшей выставке MIPS. Ну и, конечно, есть тут и коммерческая сторона, желание защитить свой бизнес. Вы, как представители компаний-инсталляторов, реселлеров, стремитесь к тому, чтобы однажды, установив систему доступа, поставив считыватели карты, привязать к себе покупателя, таким образом, чтобы он в дальнейшем приобретал это оборудование у вас. Вот такие вопросы. Я их только осветил, как бы не отвечаю на них. Я надеюсь, что сегодняшний выступление, сегодняшний семинар и выступление Алексея, помогут вам ответить на эти вопросы, найти ответы на эти вопросы. Если что-то останется неясным, значит, есть контакты и ресурсы, мой электронный адрес, телефон, значит, сайты HitGlobal, русскоязычный сайт, есть многочисленные материалы, ресурс материалов для скачивания, листовки, брошюры на русском языке, есть также академия HID, где вы можете пройти обучение, вы можете это не записывать, потом будет рассылка, и вы получите эту презентацию, смотрите материалы. Ну и кроме того, ближайшая выставка MIPS 14-17 марта. Я приглашаю вас посетить наш стенд в экспоцентре. Так, у меня все. Вопросы какие-то? Спасибо за внимание.